Здравствуйте! В эфире первого карагандинского новости. В начале выпуска коротко о главном. Скандал вокруг закрытия казахского класса в 101-м лицее продолжается. В карагандинской области женщина задушила собственную дочь и зарезала себя. Трупы обнаружил глава семейства, вернувшись ночью с работы. Карагандинская молодежь нашла новый способ борьбы с наркотиками. Скандал вокруг закрытия казахского класса в 101-м лицее продолжается. Напомним, по словам родителей единственного 9-го класса с государственным языком обучения, их детей 10 учащихся выгоняют из школы. Отправляют в 39-ю гимназию, но и там свои препятствия. Учеников со средней успеваемостью брать не хотят. Выпускники 101-го лицея требуют оставить их в родной эльмамадр. Сейчас перед гимназией номер 39 толпы родителей и учеников. Их сюда отправило руководство 101-го лицея, сказав при этом, что отныне дети будут учиться здесь. Хотя троечникам и здесь не рады. Но 9-ти классники с такой ситуацией не согласны. Они считают, что им специально занизили оценки на госэкзаменах. На экзамене по математике нам вместо положенных 4 специально поставили тройки. Все это, чтобы избавиться от нас. Теперь нас не берут даже в 39-ю гимназию. Куда нам идти? Ведь тройка у нас по основному предмету. Так нас не возьмут даже и в другие учебные заведения. Мы давно учимся вместе, дружим. А теперь не знаем, куда нам идти. Они не проводят никакой работы, чтобы оставить детей в лицее. У них один ответ и для учеников, и родителей. Вы никто и ничего не решаете. Мы уже обо всем договорились. В городском отделе образования проблему родителей и учеников теперь объясняют перегруженностью лицея. Дети там учатся в три смены. Поэтому расформировать этот класс – единственный выход. Почему мы должны оставлять детей в этом лицее? Ведь мы родителям говорили, если наберется 15 человек, мы их оставим. Но их мало. Поэтому мы их должны отправить в другие учебные заведения. Но пока приказа об этом нет. Если ребята имеют четверки и пятерки, пусть идут в гимназии. А остальные же могут пойти учиться в колледже. Ведь в этом году много грантов. А в 101-й лицея мы должны сначала принять первый класс. Судьба девятиклассников сейчас повисла в воздухе. Куда им пойти учиться – непонятно. Но работники отдела образования призывают родителей и самих детей сохранять спокойствие. Но при этом покинуть лицей им все же придется. Аймам Ренажа Сулам Акулбеков, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. История с карагандинским сексуальным маньяком оказалась вымыслом. На брифинге в ДВД области мать псевдопострадавшей девочки заявила, что ее дочь всех обманула. Напомним, в начале июня 11-летняя девочка заявила о покушении. Якобы во дворе школы на нее напал мужчина, душил и даже порезал руку. Две недели все полицейские города искали злоумышленника. На брифинге в полиции мама девочки сообщила. Дочь все-таки призналась ей – никакого маньяка не было. Она выдумала нападение. Женщина извинилась перед полицейскими и сообщила, что претензий к ним не имеет. Я хотела бы разъяснить ситуацию, которая произошла не накануне, скажем, про все. То, что нападения на мою дочь не было. Почему ребенок солгал, я объясню. Потому что она не хотела меня огорчать. И данная ситуация позволила мне посмотреть и на ребенка, и на сотрудников полиции совершенно с другой стороны. Во-первых, то, что ребенок у меня действительно ведомый. Как бы девочки просто испугались о том, что когда она упала, порезалось, стекло вонзилось ей в руку, она просто испугалась, что меня огорчит. И поэтому они придумали вот такую вот историю. По словам девочки, она боялась признаться родителям, как порезала руку. Пришлось срочно выкручиваться. Юная выдумщица вместе с подругами даже составили словесный портрет преступника. Его искали, но не могли найти. А тем временем по городу ползли слухи. История обрастала новыми, додуманными людьми подробностями. Окрестная детвора боялась сходить в школьный двор. Что шалость зайдет так далеко, дети не предполагали. Хотя после стало страшно. Полицейские сообщили, что дело по данному факту будет закрыто позже. После того, как проведут ряд необходимых экспертиз. И что наказывать семью за ложную информацию не будут. Однако советовали родителям девочки обратиться к психологу за помощью. Возможно, ребенку не хватает внимания. В переходный возраст подростки особо ранимые. Николай Кровец, Арман Артаев, Первый, Крагандинский. Отек ног, инфекция копыт, пена изо рта коров. Такая картина наблюдается несколько дней в селе Карагенгир Улутауского района. Там уже погибло более 20 голов коров и баранов. С начала месяца заболело 236 животных. На поправку идут 54. А судьба остальных пока тревожная. Сейчас на месте работают ветеринары. Они, не дожидаясь результатов экспертизы из Астаны, колют животным антибиотики. Предположительно, это инфекционное заболевание называют листериозом или пастериоз. Не исключено, что причина эпидемии – недавние наводнения. Сельчане судьбой своих четвероногих обеспокоены не на шутку. По их словам, падеж животных начался с мелких особей баранов. Затем заболели взрослые коровы, у которых прямо при доении стало скисать молоко. Сейчас в районе объявлен карантин. Запрещено продавать и использовать мясо, молоко этих животных. Коровы настолько ослабли, что пастись вдали от отгонах не могут. Поэтому стадо практически постоянно вблизи села. Сейчас специалисты Астанинского референтного центра проводят специальную экспертизу. Полный запрет именно на прием на пищу мяса, молока и так далее. Только выдаянное молоко после полного кипячения можно кормить молодняку. Впереди небольшая реклама, после продолжим выпуск. Не переключайтесь. Стандартная система «Профиль Галвин». Профиль Галвин 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. В Карагандинской области женщина задушила собственную дочь и зарезала себя. Трубы обнаружил глава семейства, вернувшись ночью с работы. Как оказалось, трехлетняя девочка часто болела и на ее лечение требовались деньги. А их в семье не хватало. Незадолго до трагедии женщина разговаривала со своим супругом по телефону, заявив, что убьет дочь и совершит самоубийство. Когда перепуганный мужчина добрался до дома, малышка и жена были уже мертвы. В прокуратуре области сообщили, что эта трагедия квалифицируется как суицид. Известно, что у погибшей остались двое взрослых сыновей. По факту обнаружения трупов жительницы одного из поселков шведского района 1969 года рождения и ее несовершеннолетней дочери проводится досудебного расследования. Материал зарегистрирован. Единый реестр досудебного расследования по статье 99, часть 2 ГК Республики Казахстан. Назначено ряд экспертиз. Задача укрепления национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан с рабочим визитом к нам в область прибыли Елена Тарасенко и Лязат Сулеймен, заместители председателя этой комиссии. На рабочей встрече с Акимом области Нурмухамбетом Абдебековым обсуждались совсем не женские вопросы. На заседание поднимались вопросы о решении проблем ранних браков и материнства в регионах области. О ходе выполнения общенационального плана мероприятий по укреплению семейных отношений, морально-этических и духовно-нравственных ценностей. Лизат Сулеймен отметила, что сегодня пора отходить от моды проведения круглых столов и переходить к конкретным делам в работе с населением, знать их нужды и обращать на них внимание властей. Очень важно представительство женщин в исполнительных органах власти, в представительных органах власти, работа с неправительственным сектором. И поэтому мы считаем, что здесь важна координация. Во второй половине дня заместители председателя национальной комиссии посетили ряд социальных объектов Караганды и Тимиртау, возглавляемых женщинами. Это ТО «Карагандинский мелькомбинат», «Дом ребенка Шапагат», «Кризисный центр для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию», «Общественное объединение», «Мой дом» – ознакомились с работой историко-культурного центра первого президента республики Казахстан. К другим новостям. Заместители председателя национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики приняли участие в заседании, которое прошло в селекторном режиме, и в котором приняли участие заместители Акимов городов и районов области. Глава региона отметил, что благодаря политике, проводимой президентом страны Нурсултаном Назарбаевым, роль женщины в современном обществе все больше определяется ее правом не только активно работать, воспитывать детей, но также принимать непосредственное участие в общественно-политической жизни страны. Аким области сообщил, что в настоящее время в регионе женщины составляют 52,7% от всего населения, или 722 тысячи человек. Они имеют высокий образовательный потенциал. На крупных и средних предприятиях региона трудится 151 тысяча женщин. Фондом развития предпринимательства «Дому» реализуется программа развития женского предпринимательства, по которой получили кредиты 135 женщин-предпринимательниц на сумму 482 миллиона тенге. С огромным уважением мы сегодня приехали к региону, к людям, которые здесь живут, строят, созидают. Знаем прекрасную историю. И прежде всего, вот огромные-огромные наши пожелания вам успехов в реализации поставленных задач. В ходе встречи были детально обсуждены вопросы экономического и политического продвижения женщин в регионе и их участие в реализации пяти институционных реформ, обозначенных президентом страны для укрепления государства. Сергей Высокосов, Алжас, Габбасов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Карагандинская молодежь нашла новый способ борьбы с наркотиками. Теперь предостерегаясь населения о вреде зелья, будут танцами и флешмобами. Сегодня перед Дворцом культуры нашего города уже прошла одна из таких показательных акций. В ней приняли участие ученики и студенты. Все подробности далее. Площадь перед Дворцом культуры сегодня особенно преобразилась. Здесь толпы учеников и студентов. У всех единая цель – Караганда против наркотиков. Поддержать эту позицию и станцевать вместе с друзьями пришла сюда и Анастасия Габриэль. Она учится в девятом классе, но уже сейчас задумывается о таком страшном увлечении, как наркотики. Девушка считает, что борьбу нужно начинать здесь и сейчас. Лучше вообще не начинать, если уже начали, то сразу начинать лечение и принимать какие-то меры. Молодежь пела, танцевала и свободно высказывалась. Спортсмены показывали различные приемы, а специально обученные собаки вместе с кинологами проводили расследование. Все для того, чтобы выразить свое негативное отношение к наркотикам. Также здесь устроили передвижную библиотеку. Все желающие могли взять полезные брошюры. К тому же работники наркологического центра призывают всех не молчать о проблемах. Лучше всего вовремя обратиться к ним. Любой человек может подойти к нам в наркологический диспансер по адресу Муканова, 35, в молодежный кабинет 316, где ему окажется помощь анонимная, конфиденциальная. Своим примером собравшиеся хотят доказать, что здоровый образ жизни сейчас в моде. Танцевальный флешмоб призыв ко всем сказать дружное нет наркотикам. И так шарики в небо и эстафета движется дальше. Теперь эту акцию должны поддержать в других городах. Три дня в Караганде будет проходить слет юных инспекторов дорожного движения. Школьники покажут свои знания не только в интеллектуальных викторинах, но и в спорте. В итоге выберут самый лучший отряд среди представленных команд. Сегодня около здания областного отдела образования много школьников. В дни каникул проходит слет юных инспекторов дорожного движения. Альмира Есинжол приехала из Актагайского района. В ее команде Косгалыс есть капитан, регулировщик и эрудит. Хотя сама школьница решила показать себя в роли санитара. Это ей подходит больше всего, считает Альмира. Она знает, как оказать людям первую медицинскую помощь. Такими знаниями должен владеть каждый современный человек. У нас был набор, потом там типа как финал, конкурс. Лучшие из лучших, хорошо учатся, хорошо маршруют, например. 16-й год, как в Караганде, проходят слеты юных инспекторов дорожного движения. Такие отряды работают в 400 учебных заведениях. 19 из них сегодня приняли участие в слете. Главной ценностью для нас являются наши дети. Главной ценностью для нас является безопасность наших детей. Поэтому, конечно, сегодняшнее мероприятие для нас является очень важным. Я желаю вам успехов, хороших достижений. И выражаю уверенность, что в этом году мы, как всегда, также наш область займёт одно из ведущих мест республики. Слёт будет проходить в течение трёх дней. За это время юные инспекторы дорожного движения посетят музей департамента внутренних дел, поучаствуют в различных викторинах и в спортивных состязаниях. В завершении определят, кто же представит область на республиканском соревновании. Николай Кровец, Жасулан Макулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. В завершении выпуска ещё об одном. В Караганде проходит региональный кастинг детско-песенного конкурса «Балатюрквижен Казахстан». По итогам отбора один победитель отправится вместе с известным певцом Нуржаном Керменбаевым в Астану для участия в финале. Около ста претендентов, это ребята от 8 до 13 лет, приехали во дворец культуры горняков, чтобы показать свои певческие таланты. Во дворце культуры горняков сегодня небывалый ажиотаж с 9 утра. Конкурсанты из разных районов нашей области оккупировали холл. Все хотят выступить и ждут своего часа. Уже после обеда от 100 участников осталось всего 30. Они и прошли в финальный тур. 9-летний Махсат Буртибаев – уроженец Караганды. Он с детства любит музыку. Уже 4 года занимается профессионально. На его счету немало побед. Среди них – гран-при международного конкурса в Дубае. До этого я внимательно наблюдал, как на конкурсе победила Жанар Дугалова. Она и вселила в меня веру. Сегодня здесь собралось немало достойных, но я хочу доказать, что я лучший. Хочу прославить нашу страну на весь мир. Его выступление жюри отметили положительно. Юный талант исполнил несколько песен. А еще одна конкурсантка, 12-летняя Анита Гатиятова, приехала на кастинг из города Сатпаев. Она уже исполнила перед жюри песню на английском языке. В финальной байге чувствует себя уверенно, хотя оценивает свои возможности трезво. Ведь конкуренты тоже очень сильные. Специально для нас девушка исполнила любимое произведение. Отборочная команда Карагандинскую область посетила третий. Организаторы кастинга удивлены активностью и полиязычием наших ребят. Впервые мы услышали дуэты, дуэты карагандинских детей. Дуэтов у нас дуэтов не было. И еще один момент, что радует, дети будут абсолютно разные жанровые песни. Джаз, рок, поп-музыку. И уникальные дети, которые исполняют песни именно под звучание домбры, под звучание гитары. Такого мы еще не видели ни в одном регионе. Итак, в финал пройдет только один конкурсант. Его определяют сегодня вечером. Уже завтра утром Нуржан Кирмимбаев заберет его с собой в Астану. Победителя будут готовить продюсеры и специально для него будут написаны песни. Финалист «Балат Тюрк Вижн Казахстан» получит путевку на гранд-финал международного детского конкурса «Балат Тюрк Вижн». Отборочные туры для участия в нем сейчас проходят в более чем 20 странах. Аймамрина, Исламбеку, Спан, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»!